Да ты на себя посмотри, черный как сволочь. Ты мой датыр читал? А ну пшел отсюда. Негр! Гоу! Гоу! Негр! Ты кого нигером назвал? Сейчас я покажу вам, кто на самом деле нигер. Зря ты его негром назвал. А он кто? Ахра-американец. А какая разница? Нигер это для них ругательство обидное. Да меня в школе так учили. В Китае живут китайцы, в Германии немцы, в Израиле евреи, в Африке негры. Не брат, гнида черножопая. Вот меня искренне просто смешит и удивляет, когда такие комментарии пишут, говорят, сами же азиаты, ровно такие же азиаты, как и эти самые индусы и китайцы. Ну как бы, алло, мы здесь в Канаде, кыргызы, казахи, успейки, то есть все люди из Центральной Азии, ровно такие же иммигранты, как и эти самые индусы и китайцы. Я вам даже больше скажу, мы здесь относимся к visible racialized minorities. Я когда только приехала в Канаду, пошла в иммиграционный центр для одноприбывших, меня сразу же записали в категорию racialized women. Я сама, хотя я сама себя к таковым не относила вообще, я даже подумать не могла, что я буду относиться к каким-то там меньшинствам. Вообще, блин, если у вас такая неприязнь к другим народам, к другим национальностям, расам, зачем вы вообще едете в Канаду, я не пойму. Сидите у себя дома, и будет вам счастье. Ну и вообще, что за странный такой колониальный менталитет и желание быть окруженным белыми людьми, будучи самому не белым? Что за поклонение и идеализирование белых людей? Вы же сами таким образом поддерживаете расизм. И подчинение меньшинства большинству. Это самое главное. Большинство всегда право. А если все вокруг орут хайгиттер, они что, тоже правы по-твоему, да? Ну пидаешь. Ну при чем здесь это? Да при том, что живая рыба плывет против течения, а дохлое по течению. Да и большевики не были большевиками, потому что у них не было большинства голосов. Коммунисты не были коммунистами, потому что не стремились к коммунизму на самом деле. Партия не была партией, потому что не было никакой политической альтернативы в стране. То есть Советский Союз – это страна-симулякор. Почему так происходит? Потому что, по факту, это была та же самая Российская империя, в которой поменялись внешние атрибуты государственной, политической, экономической власти. Вот и. Фильм Иван Грозный из Эйнштейна, где там такая сцена, сидит Чаркасов в роли Ивана Грозного, сидит Жаров в роли Малюты Скуратовой, приходят такие тарары такие из Казани, и говорят, «Плати дань там Ивана Грозного, да?» Что-то в таком духе-то, и знаете, с каким-то китайским, а не татарским акцентом. И говорят, «Казань большой, Москва маленький». А тот встаёт и говорит, «Пошли вон там злые тарары, Москва большой, Казань маленький». Ну, это же такая фигня. Сталин раскручивал там Россию, русских, вернее, русский национализм на ордынской теме, антиордынской. Ну, как мы, может, поговорим на эту? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова